МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абазат ТВ время новостей. Здравствуйте. Коротко о главном. Упор на социальную сферу. Кабинет министров увеличил объем финансирования госпрограммы жилища. На следующие три года поддержал выделение финансовой помощи денежных пособий семьям погибших на Донбассе. Не жаляя сил для процветания Родины, члены правительства получили награды Трудовая доблесть России. Работа, которая очень важна для государства. Спикер парламента Лаша Ашуба представил нового уполномоченного по правам человека. Кабинет министров увеличил объем финансирования госпрограммы жилища на следующие три года. Поддержал выделение финансовой помощи и денежных пособий семьям погибших на Донбассе. А также одобрил проведение конкурса на приватизацию дома отдыха ПСОУ в Цандрыпше, увеличив оценочную стоимость объекта со 150 до 500 миллионов рублей. Подробнее Надежда Боровикова. 362 абхазские семьи в прошлом году получили по 100 тысяч рублей за третьего или последующего ребенка. Из них в трех семьях родилась двойня. Такие данные представил на заседании кабинета министров Руслан Ачба, министр социального обеспечения демографической политики. Таким образом, в 2022 году выплаты осуществлены за рождение 365 детей, из которых мужского пола 193, женского 172. На общую сумму 36 миллионов 500 тысяч рублей. Ожидаемыми результатами является улучшение ситуации стемографической безопасности в Республике Абхаз, увеличение рождаемости детей абхазской национальности, улучшение качества жизни многодетных семей. Руслан Ачба также рассказал об итогах государственной целевой программы «Жилище-2022». Всего на реализацию программы было израсходовано 120 миллионов рублей. 155 семей получили финансовую помощь на приобретение жилья. Были определены категории основные, которые получали финансовую помощь. Это инвалиды первой группы, это лица на издевине которых находится ребенок инвалид или инвалид с детства, многодетные семьи от трех и более детей. Семьи лиц погибших во время Отечественной войны народа Абхазии, а также дети оба родителей, которых погибли или пропали без вести. Программа «Жилище» на следующие три года уже утверждена Кабинетом министров. Объем финансирования увеличен. Если предыдущие три года на каждый год предусматривали 40 миллионов рублей, то на 23, 24 и 25 год предусматривается уже по 60 миллионов рублей, то есть 180 миллионов рублей на три года. Также увеличили размеры финансовой помощи. То есть если на заявителя было 500 тысяч и 100 тысяч на каждого члена семьи и не более 1 миллиона, то на этот раз уже 700 тысяч рублей на заявителя и плюс 100 тысяч рублей на каждого члена семьи и не более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Кабинет министров поддержал предложение о единовременных социальных выплатах семьям погибших на Донбассе. Отец Дмитрия Таргашова, который погиб в ходе боевых действий, получит 1 миллион рублей. Отец Беси Калипартия, скончавшегося на дежурстве от остановки сердца – 500 тысяч рублей. Дети Адама Лагвилава будут получать по 10 тысяч рублей в месяц до исполнения им 18 лет, а в случае поступления на дневное отделение колледжа или вуза – до 23 лет. Министр здравоохранения Эдуард Будба рассказал о квотах по ввозу и хранению наркотических средств и психотропных веществ на 2023 год. Хотелось бы отметить, что при составлении настоящего проекта постановление наряду с реальными потребностями государственных медицинских учреждений учитывалось также необходимость создания мобилизационного резерва соответствующих наркотических и психотропных веществ. Государственные квоты на ввоз, вывоз и хранение наркотических средств и психотропных веществ устанавливаются правительством ежегодно. Сравнивая проект с установленным в 2022 году государственными квотами, необходимо отметить, что перечень наркотических средств и психотропных веществ на ввоз, вывоз и хранение устанавливаются государственные квоты и остаются неизменными. По некоторым позициям психотропных и наркотических веществ Наблюдается увеличение квот, связанное с увеличением потребностей и необходимостью создания резерва. Отчет о деятельности государственного издательства за 2022 год и программу издания художественной и иной литературы на текущий год представил Даур Начкебия. Начальник госуправления по языковой политике Гунда Квитсиния представила план мероприятий на 2023 год. Министр просвещения Инал Габлия выразил недовольство тем, что министерство не было ознакомлено с проектом плана мероприятий по развитию государственного языка, но программа была утверждена. Кроме того, Кабинет министров утвердил программу разграничения морских пространств в рамках Абхазо-Российской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы. У нас между Абхазией и Российской Федерацией нет каких-либо сложных проблем, связанных с делимитацией морских пространств. Но при этом следует учесть, что этот вопрос привлекает к себе достаточно пристальное внимание. Поэтому все, что делается в этом направлении, требует тщательного, тонко выверенного с методической точки зрения работ, подходов и оценок. Именно по этой причине была предложена эта среднесрочная целевая программа, в рамках которой будет приобретено необходимое оборудование, разработаны методы, собран необходимый материал. Срок этой программы с 2023 по 2027 год. Объем финансирования на этот период составляет 7 миллионов 500 тысяч, по полтора миллиона в год. Государство профинансирует целевую программу по разработке и внедрению системы общего допустимого улова для основных промысловых рыб в Абхазской акватории Черного моря. Объем финансирования с 2023 по 2025 год – 3 миллиона 900 тысяч рублей. В прошлом году было поймано 60 тысяч тонн рыбы, в этом году в 10 раз меньше. И возникает естественный вопрос, что происходит с рыбными запасами в акватории Черного моря, каковы тенденции, на что нам можно рассчитывать и какие прогнозы могут быть. Ответ на этот вопрос, естественно, может быть дан только с научной точки зрения, который основан на методических разработках. В связи с этим в рамках этой целевой программы будет создана специальная группа, подготовлен по меньшей мере один специалист высшей категории – это кандидат биологических наук и два специалиста в рамках лаборатории их теологии в Институте экологии. В рамках этой целевой программы будет создана лаборатория, она будет оснащена, будут проводиться исследования, связанные с контрольными уловами, в том числе по их теопланктону, то есть оценка объемов икры, которая выметывается основным промысловым видом – это черноморская хамса. Правительство утвердило техзадание на разработку программного обеспечения для оценки кадастровой стоимости объектов недвижимости. Также утвержден план совместных мероприятий Госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору Абхазии с Российской федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Согласно разработанному проекту планируется проведение комплекса совместных мероприятий в течение 2023 года, 2024 в частности, обмен опытом по организации горного надзора, надзора за оборудованием, работающим под избыточным давлением, надзора за подъемными сооружениями, энергетического надзора, надзора за угольной промышленностью, надзора за объектами нефтегазового комплекса, проведение ряда рабочих встреч по обсуждению вопросов организации государственного надзора. Мы продолжаем наш курс по передаче муниципальным властям тех объектов, которые не имеют общереспубликанского значения, отметил председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизацией Беслан Куправа. В частности, сегодня речь идет о передаче столичной администрации неких сооружений, которые расположены по Кадорскому шоссе. Речь идет о железобетонной площадке. Никаких там крови нет. Обыкновенная железобетонная площадка и техническое сооружение. Мы так ее назвали. Хотя на самом деле псы филохоза рахща поладахцов. Вот такое техническое сооружение. Мы считаем, что местные власти должны этим пользоваться. И это их проблематика. Если вы дадите добро, мы в установленном порядке передадим муниципальным властям. На утверждение Кабинета министров был представлен еще один имущественный вопрос. Дома Дахапсу в поселке Цандрыпш, расположенный на берегу моря на 13 гектарах земли, в 2016 году был одобрен к приватизации по цене 61 миллион рублей. В конкурсе участвовали два соискателя, но победитель не выполнил в срок финансовые обязательства. Итоги конкурса были аннулированы. В 2019 году та же компания арендовала у госком имущества этот объект. Но вторая фирма, которая участвовала в конкурсе и не выиграла, обратилась в суд. Арбитражный суд вынес решение аннулировать договор аренды и заново провести конкурс на приватизацию. В этот раз стартовая стоимость объекта установлена в размере 150 миллионов рублей. Мы должны провести этот конкурс, Александр Золотинский, эти две стороны, опять-таки, информируя, они приходят к нам. Значит, каждый, эти же, да, эти же. Ну, великому сожалению, я не хочу никаких имен и фамилий называть, этого не нужно нам делать. Они тоже не чужие друг другу люди, ну, так в этой жизни бывает. И, к сожалению, мы почему немножко тянули время, Александр Золотинский, были моменты, когда те и другие обращались с просьбой подождать в целях достижения какого-то мирового соглашения. Но, как я понимаю, мирового соглашения нет. Конкурс должен состояться. Это решение арбитражного суда. Министр туризма Теймурас Хижба подчеркнул, что данный объект самый крупный на территории Гагарского района. Для сравнения бывшей санатории 17-го портсъезда, сейчас Амропарк-отель в три раза меньше. Премьер-министр Александр Анква попросил напомнить, сколько денег поступило в бюджет республики от приватизации санатория 17-го портсъезда. Беслан Куправа сообщил, что объект был выкуплен за 60 миллионов рублей. После военные годы правдами и неправдами были заняты государственные объекты. До сих пор те люди, которые работают в этих объектах, считают это своей собственностью. По факту абсолютно всем известно, что та или иная приватизация – это само собой разумеющаяся вещь. Потому что люди, которые работают на этих объектах, считают их своими. До 2001 года, хочу проинформировать вас, например, в городе Гагра было курортное управление. В подчинении этого управления было 47 объектов. У государства сейчас не осталось ничего. Еще раз подчеркиваю, я не конкретно по этому вопросу. Я даже не знаю, кто между собой спорит. Но такого рода решения и до Беслана Сергеевича, и так, но они принимаются как само собой разумеется. Понимаете? Само собой разумеется. Вот это вызывает возмущение. В этом вопросе, Тимур Владимирович, просто госкоимущество там хочет, выполняет, не выполняет, речь не об этом. Это государственная, общегосударственная оппозиция должна быть. Это общегосударственная политика должна быть. Это общегосударственная воля должна быть на проведение тех или иных мероприятий. Позвольте, в данном случае мы говорим о том, что, допустим, за весь прошлый год мы приватизировали Александра Золотинского, сейчас я отчитывался перед Кабмином, всего пять объектов. Мы, республиканский орган, из которых два более-менее крупные, так сказать, объекты, а три, как говорится, совсем небольшие объекты. Всего-то у нас темпы нашей приватизации совершенно не отвечают тем требованиям рыночной экономики. Но вместе с тем, та проблема, о которой говорит Тимур Владимирович, это существует, и я тоже очень нервничаю, переживаю. Премьер-министр Александр Анква предложил оценить Дом отдыха ПСОУ в 500 миллионов рублей. 500 миллионов рублей. Оценщики оценили в 150, но это неверно. Мало ли что они говорят. Нам надо с этим еще разобраться. У нас много оценочных организаций разных. При всем уважении к ним, очень часто их оценки не устраивает государство. Всего-навсего. Вот это нам надо иметь в виду. Есть другие мнения? Хорошо. Мы принимаем, как я понимаю, 500 миллионов. Это хорошая цифра. Кабинет министров утвердил передачу помещений в городе Сухум по адресу улица Арш по 38 в безвозмездное пользование Госкомитету по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Надежда Боровикова, Инна Лагуха, Абаза ТВ. Кроме того, правительство приняло постановление об установлении предельной численности работников аппарата Госуправления по государственно-языковой политике и размера ассигнований на его содержание на 2023. Также был утвержденный план мероприятий по развитию государственного языка. На их реализацию будет направлено 5 миллионов рублей. Кабинет министров также утвердил отчет об исполнении плана госзаказа на издание художественной и иной литературы в 2022 году. Подробнее об этом в репортаже из рубрики «Амш Ахтыс» после выпуска новостей. За многолетнюю трудовую деятельность, заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения, активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия, Указом президента Аслана Бжания, преподаватель русского языка и литературы Читловской средней школы имени Щенкуба Джульетта Хватландзе награждена орденом Ахзапша третьей степени. Спикер парламента Лаша Ашуба представил коллективу аппарата, уполномоченного по правам человека Анас Кишмария. Спикер поблагодарил за проделанную пятилетнюю работу предыдущего уполномоченного Асиду Шакрыл и весь коллектив аппарата. В свою очередь Асида Шакрыл также поблагодарила коллектив аппарата и пожелала удачи новому уполномоченному по правам человека. Представляя нового уполномоченного по правам человека, спикер парламента Лаша Ашуба отметил ее ответственность и сильный характер. Спасибо вам за организацию, становление этого института в Абхазии. Спасибо всей вашей команде Асиды Георгиевны за помощь в защите прав наших граждан прежде всего. Мы хотели бы от лица Народного собрания парламента Республики Абхазия вручить вам почетную грамоту. Несмотря на то, что это сопровождается критикой и так далее, но это очень важно, чтобы каждый человек, который живет в Абхазии, понимал, что без защиты своих прав, без того, чтобы каждый очень ревностно относился к тому, чтобы в этой стране соблюдались права человека, я думаю, что трудно будет как-то укрепить права человека в Абхазии. Это действительно очень ответственная должность, которая сопряжена с коммуникацией и возможностью взаимодействия со всеми государственными институтами, которые работают в Республике Абхазия. Я очень надеюсь и рассчитываю, что в лице вас и ваших коллег я найду понимание для долгосрочного сотрудничества. У нас впереди много большой работы. Республика Абхазия является зоной, где уважают, чтят права и свободы человека. Я надеюсь, что мы в дальнейшем только будем развивать этот институт. Естественно, все лучшие наработки и традиции, которые нам оставили предшественники в лице Асиды Георгиевны и Дмитрия Азурабовича, мы обязательно будем чтить и уважать и продолжать это тяжелое премие нести на себе. Я уверена, что при взаимодействии и с вами, Асиды Георгиевны, и с вашими коллегами, и с ребятами, которые работают, мы достигнем больших успехов. Спикер Народного Собрания парламента Абхазии Лаша Ашуба поздравил руководителей Палат Федерального Собрания Российской Федерации с Днем Российского Парламентаризма. Общественная палата даст комментарии к законопроекту об апартаментах. В связи с обращением Абхазского народного движения, поступившего в общественную палату на предмет обсуждения проекта закона республики о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов, 26 апреля в палате состоялась расширенная рабочая встреча профильных комиссий общественной палаты с участием представителя АНД Амара Смыр и юриста-эксперта Саида Гизердава. По итогам встречи была достигнута договоренность о представлении комментариев к проекту закона о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов для дальнейшего рассмотрения членами общественной палаты. 27 апреля на площадке общественной палаты состоялась встреча с руководителем администрации президента республики Джансухом Нанба, министром юстиции Анри Борцыц, начальником пограничного отряда СГБ Рустамом Латиповым, заместителем начальника государственной миграционной службы Эдуардом Гомиссони. По итогам проведенных встреч членами общественной палаты будут выработаны соответствующие рекомендации к проекту закона республики о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Члены правительства и представители общественности получили награды «Трудовая доблесть России». Председатель правления Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» Алексей Левин и президент благотворительного фонда «Святого мученика Ванифати», член правления Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» Наталья Мезенцева вручили награды за особые заслуги в труде секретарю Совета безопасности республики Сергею Шамба, первому вице-премьеру, министру сельского хозяйства Беслану Джопо, министру юстиции Анри Борцец и министру культуры Дауру Кове, а также председателю союза журналистов республики Руслану Хашег. «Приветствую нашу, так сказать, дружественную, так сказать, братскую, понимаете, нашу соседскую, так сказать, страду Абхазю. Мне приходилось здесь бывать много лет тому назад, лет 40 тому назад. Я же даже помню хороший ваш музей Савизьяны, когда мы знакомились. Сейчас я спрашиваю, говорят, он у вас еще существует, возможно. Мы желаем вам, ну, во-первых, успехов в труде. За особые заслуги в труде мы учредили вот эти наши знаки. У нас их около десяти. Это у нас здесь трудовое отличие, трудовая доблесть, трудовая доблесть России. По просьбе нашего руководителя, самих записателей России, за творческий труд в области литературы и искусства, мы учредили так называемую премию трудовая доблесть России под названием «Знак». Министр внутренних дел Вальтер Бутба провел заседание Межведомственной комиссии по реализации программных мероприятий, установленных ведомственной среднесрочной целевой программой развития системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на 2023-2025 годы. Подробности в материале пресс-службы МВД. Министр внутренних дел Вальтер Бутба провел заседание Межведомственной комиссии по реализации программных мероприятий, установленных ведомственной среднесрочной целевой программой развития системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на 2023-2025 годы. В совещании приняли участие заместитель министра финансов Саид Губас и он начальника управления экономики администрации президента Алмасхан Адзенба, представители МВД. В комиссию также входят депутаты парламента, отсутствовавшие в связи с рабочей командировкой. В ходе встречи обсудили параметры программы, основной целью которой является повышение дорожно-транспортной безопасности и осуществление круглосуточного мониторинга транспортного потока на аварийно-опасных участках дорог республики. Данная программа разработана правительством и поддержана президентом страны. Значит, пройдено согласование, поддержали нас в парламенте. Оно вызвано в связи со сложившейся ситуацией на дорогах. Мы неоднократно заявляли о том, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий, которые приводят к трагедиям, являются выезд на полосу встречного движения и нарушение скоростного режима. Мировая практика показывает, что наиболее эффективным решением данных проблем является у нас установка видеофиксации данных нарушений. На первом этапе мы планируем приобрести видеокамеры, оборудование, программное обеспечение, которое нам позволит получать эту информацию, обрабатывать, и мы будем создавать базу данных по нарушителям и будем соответствующие меры к ним применять. В настоящее время проводится анализ наиболее опасных участков дорог, где наиболее высокое количество нарушений, где наиболее высокое количество дорожно-транспортных происшествий. На этих участках они будут в приоритете у нас. Там будем устанавливать эти камеры видеонаблюдения, видеофиксации нарушений. И будем, соответственно, пытаться повлиять на ситуацию, сохранить жизнь наших граждан. Финансирование программы на 2023 год предусмотрено в размере 40 миллионов рублей, на 2024 год 80 миллионов рублей, на 2025 год 30 миллионов рублей. Сегодня первое совещание. Мы хотим выработать некий алгоритм действий наших. На первом этапе мы планируем приобрести установки сервера, так называемые, и камеры, и программное обеспечение для обработки той информации, которую мы будем получать с камер, чтобы это все обработать и получить некую базу создать, используя сервера, и потом уже влиять на процессы на дорогах. Значит, мы планируем в ближайшее время закупить на первом этапе около 10 камер. Как только эти 10 камер у нас начнут, как говорится, работать, уже начнет эта система, заработает, будем наращивать число камер на дорогах, будем исходить именно по опасным участкам. Приоритеты будут те участки, которые нами мониторятся, где наиболее большее количество дорожно-транспортных происшествий. Председатель межведомственной комиссии министр внутренних дел Вальтер Будба отметил важность взаимодействия всех членов комиссии. Следующее заседание назначено на 4 мая. Задолженность Галского района по оплате электроэнергии с января по март составила 32 миллиона 800 тысяч рублей. При этом, по сравнению с 2022 годом, потребление электроэнергии в первом квартале этого года снизилось с 32 до 27 миллионов киловатт-час. В администрации президента 27 апреля состоялось совещание с главами городов-районов, посвященное итогам работы за первый квартал этого года. О ситуации в Галском районе рассказал глава администрации Константин Пелия. в таком же оперативном режиме. Задолженность Галского района по мартаменту 2 литра энергии. В январь-март 2023 года начисли на 32 миллиона рублей 853 тысячи. Оплачено 6 миллионов 48 тысяч рублей, что составило 29 процентов. Из них, клиническими лицами оплачено 1 миллион 308 тысяч рублей, это составило 71 процент. Физическими лицами оплачено 5 миллионов 168 тысяч, что составило 16,7 процентов. Это лучший показатель, пока в республике мало, будет работать, будем продолжать. По сравнению с 2022 годом, жильцы оплачивали 889 тысяч, вот у нас мы подняли на миллионы 380 тысяч. Сезонная нагрузка потребления в Галском районе снизена по сравнению с 2020 годом. Было 32 миллиона киловатт-часов, по первым парламентом в 2023 годом, на 27 миллионов киловатт потребителей. Полномочный представитель президента Абхазии в Галском районе Сурам Джинджоли уволился с занимаемой должности по собственному желанию. Как рассказал Сурам Джинджоли корреспонденту Галмеди, он также покинул пост главы районного отделения Республиканской политической партии Амцехара. Около 100 комплектов спецодежды и инструментов для пожарных закупила МЧС Абхазии. Средства на их приобретение были выделены из госбюджета, сообщает пресс-служба ведомства. Обеспечение всех пожарных подразделений необходимым инвентарем проводится на постоянной основе в рамках выделенных МЧС Абхазии бюджетных средств. Руководитель Центра интернет-технологий Международной медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Филипповский в пресс-центре «Спутник Абхазия» провел новый модуль программы «Спутник ПРО» на тему «Где и как люди читают медиа?» Веб, социальные сети, ап, доступно и ясно. Эксперт рассказал, как лучше генерировать контент и какими инструментами пользоваться при его продвижении, как выходить в топы поисковых систем. Прямо вы там даже денежку какую-то будете получать, потому что Дзен сейчас активную ставку на видео контент делает и как бы видео неплохо монетизируется. Если у вас есть уже отснятый, готовый фактически для социальных сетей контент, то лучше его туда продублировать. Вы действительно получите, ну как бы дополнительный источник финансирования получите. Не знаю, будет он большой или нет, это зависит от популярности видео, но он точно для вас будет работать, а вы особо много сил на это не потратите. Валерия Перцхелия с песней «Процветая Абхазия», а также абхазские студенты, исполнившие абхазский танец, представили республику в ходе международного фестиваля конкурса «Моя страна», который прошел в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете. Новости ОГУ. 28 апреля в Абхазском государственном университете состоится открытие Олимпиады школьников «Путь к вершинам 2023», которая будет проходить три дня. По предварительным данным, всего в Олимпиаде примут участие около 300 абитуриентов. Победители будут зачислены в университет без вступительных испытаний на бюджетной основе. График проведения и программы Олимпиады опубликованы на официальном сайте ОГУ в разделе «Олимпиада». Участники Олимпиады при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность и справку с места учебы. Команда педагогического факультета Абхазского госуниверситета «Мудрость времени» заняла третье место на Всероссийской Олимпиаде с международным участием по педагогике «Хрустальное яблоко», прошедшей на базе Северокавказского федерального университета в Ставрополе. Ректор ОГУ, академик Олег Угварамия, принял студентов команды «Мудрость времени» и пожелал им отличной учебы и новых успехов. 26 апреля в рамках профориентационной работы представители ОГУ посетили Вакумскую среднюю школу Ткварчалского района. Сандро Аблотти презентовал свой новый фильм «Айцакра». Согласно сюжету, после смерти своей девушки Алекс закрывается в себе и теряет большинство своих эмоций. В будущем, уже после страшных событий, парень встречает девушку по имени Лонда. Телепремьера фильма «Айцакра» состоялась в эфире «Абаза ТВ» в минувшие выходные, а его открыты показы и обсуждения прошли на площадке ГУМА. Телепремьера фильма «Айцакра» 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 Лондон, ты сгубхой фабрил за зерцит лху. Хм. Счинный рухваст ланшкочжи яздырп шо, а жараха курима цирру. Да, раз шо, Италика. Курил жараха ма? Турых па рыл яхоцов. Свисшар Турых па. Издарва Варт Турых па. Саргез Турых па. Абрия Филим Турых па изгэны. Асахеркэра тушат не пасцей. Нас кутик эксперименталга сухэ it, яхап абартишннэрріху. Эмэн зэ тахкёно монтаж гэ Сарацопе гасцаз. Нас кутик Сайдагабния лаа шэ тжыц убрай фильмы чэйкоп. Адээс гей Сарацопе зэвэз, а,а, ажа, аранжировка. Хэппингвиловз их зафортит миы музыкал группа. Этот фильм – первый опыт, которым я снимался, и на самом деле я рад, что снялся в нем, потому что я познакомился со многими людьми. Мы успели стать настоящей командой, настоящей семьей во время съемок. Узнал Флану Георгия поближе, Леону Борчану, и они очень классные ребята. Это персонаж, который в начале фильма показывает то, как он выгорел и пытается как-то при этом работать, но у него ничего не получается. Но в процессе нахождения себя он знакомится с Лондой, в которую он влюбляется. Это фильм о Лондоне. Алхаз, а ты думаешь, что ты думаешь? Ну, это не мой момент. Такси, старые. Усыцхра. Сарай алздераип тахуе. Табубсу забаки. Замур. Замур о Франции. Они play побед, если родные игры, на истории с мальчисленными глав bogопу. Как их выступило 很istes. Понясаю, что Сандрик медведев был город. Айнар Херозман. 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 Айнар Херозман.